Всем привет дорогие друзья! Очередная коррупционная новость. У меня для вас есть почти новогодняя ассоциация компании розничной торговли. Вышла в правительство, в Госдуму и Совет Федерации с предложением разрешить продажу вина от отечественных производителей до 12 часов в ночь. Объясняют это тем, что нужно поддерживать отечественного производителя. И речь, повторюсь, идет пока только о вине. Почему говорю, что это коррупционная схема? Я тогда не понимаю, извините, для чего в свое время принимали закон о запрете продажи в ночное время суток алкогольной продукции, потому что, по сути, этот закон практически не работает или постоянно подминается, как кистень. Первыми были пивники и пивное лобби, которые научились обходить этот закон. Сегодня, я думаю, каждый из вас видит в крупных городах, особенно это очень заметно, чуть ли не в каждом районе города есть такие пивные магазинчики, которые совершенно легально торгуют и в ночное время суток продают. Это пиво в розлив разливают по полторашкам, по двухлитровым бутылкам, даже трехлитровыми банками продают. Единственное отличие таких магазинов от стационарных, что тут тебе его продают не закрытые. А ты его купил якобы в кафе. На самом деле, мы все прекрасно понимаем, что это никакое не кафе. Очень много вокруг таких магазинов всегда ассимилируется какой-то алкашни, какой-то молодежи, потому что это достаточно недорого, дешевле, чем пойти в кафе. То же самое можно сказать о крепком алкоголе, который, невзирая ни на какие законы, продолжает у нас продаваться в ночное время суток. Сегодня его можно купить, например, через интернет совершенно легально. Позвонив по телефону или заказав онлайн, тебе привезут бутылку водки в любую точку города. Сейчас вот речь зашла о вине. Опять давайте нарушим закон, якобы будем поддерживать отечественных производителей. Я не совсем гонимаю, в чем тут поддержка, потому что настоящие ценители, кто любят хорошее вино, пусть даже отечественные. Ну, у них не стоит такой проблемы, где взять. И в 12 часов ночи, да, за бутылкой вина они точно не подтащатся в магазин. Как правило, у этих людей есть, где-то в баре дома стоит, да, одна, две, три бутылки действительно хорошего вина. Они всегда могут его там вечером на ужин выпить бокал другой, да. Те, кто, например, принимают гостей или там свидание у них происходит, да, такие люди тоже готовятся загодя, тоже не попрутся в 12 ночи за бутылкой. Вывод, ну, речь-то идет, скорее всего, вот этой вот дешевой порошковой бурде, а вот этих вот суррогатах, так называемом, винище, да, которое стоит там 100-200 рублей и, в общем, которое как раз востребовано среди алкашей, малоимущих и тех же студентов. То есть, для них вот этот закон, принимают, за счет них продажи собираются увеличивать. Я так понимаю, второй момент, мы прекрасно тоже понимаем, что есть такое понятие, как лоббирование чьих-то интересов, и тут именно лоббированием и попахивает, что сейчас какие-то чиновники будут активно продвигать все это дело. Понятно, что не бесплатно, понятно, что не просто так на карман им прилетят какие-то деньги. На наше здоровье всем, по большому счету, наплевать. Мы помним уже такие случаи, вот сейчас разгорелся опять в соцсети скандал этот с КГЦЛ, который, как известно, да, до сих пор вызывает массу вопросов. Является он лекарственным препаратом, не является, а, по крайней мере, Всемирная Организация Здравоохранения его никак не признает нормальным лекарственным препаратом, но у нас в свое время им занималось лоббированием, продвижением, занималась мадам Арбидол, госпожа Голикова, которая на тот момент была министром здравоохранения, препарат попал в список жизненно важных на территории России, сегодня он занимает огромную долю рынка, ну а госпожа Голикова, как известно, одна из самых богатых чиновниц в нашей стране. Никого ни в чем не хочу обвинять, но как пример привел вам эту историю, по всей видимости, то же самое будет с винным лобби. Дальше посмотрим, что будет. Удачного дня!